Когда мы говорим про... вообще про то, что происходит, мы не можем не увидеть, например, и чего-то приятного, и чего-то очень хорошего, потому что... Давайте же! Да. Вот я понаблюдал и выяснил, до какой степени революция идет дамам, да? Вот косметология не пользуется ее возможностями, она вот уныло закачивает бабам в рожи какие-то гадости, а, как выясняется, подполье, листовки клеить, удирать от ОМОНа, ставить ножки операм, появляется блеск в глазах, физиогномика, меняется мимика, появляется естественное выражение лица, Живые эмоции, они постоянно держат в тонусе мышечную маску. Вот посмотрите, как похорошела Люба Соболь, да? Она избавилась от щек, у нее пропало вот это вот... Это еще во время выборов случилось. Нет, 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 я же наблюдаю, я обречен наблюдать, у нее главное, без щек она давно, но у нее исчезло юридическое выражение с физиономией. Знаете, что это такое, да? Это выражение бессмысленной и подлой доброжелательности, той, чем обычно отличаются вообще юристы и все адвокаты. И это выражение ее портило, сейчас ушло абсолютно, и все, что с ней происходит, конечно, сильно идет ей на пользу, и существенные внешние улучшения, и имиджевые. То есть революция, что называется, красит женщину по-настоящему. А что касается беспредела и хамства режима, то чем больше этого беспредела, этого хамства режима будет, тем лучше, конечно, для Любовь Эдуардовны. Она же понимала, в общем, какую профессию она избирает. И, вероятно, еще будут и сажать, и бить, и унижать, и шельмовать. И ей нужно сейчас просто позволить режиму делать с собой все, что угодно. Потому что я ей говорю, передаю через Эхо Москвы, что, Люба, доверьтесь этим идиотам. Режим сам откует из вас крупную политическую фигуру. Главное проявить стойкость, мудрость и не уворачиваться от этого молота. Помнить, что это вообще закон жанра, и у охранки всегда это отлично получалось. Сделать политического мученика со всеми последующими бонусами. Все ведь раз от раза в России повторяется. Охранка, к счастью, не умнеет, да? Она тщательно, сегодняшняя охранка, повторяет ошибки мордоворотов, которые с орлами на попахах в 19 веке уже это все проделывали. И, как ты знаешь, нарастили необычайное количество имен и замечательных людей. Александр Глебович, вы тоже считаете, что в этом году как-то репрессии особенно повернулись, и не только в России, в сторону женщин, всевозможных? Организаторов, там, не знаю, политиков, активисток? Что-то власть так стала бояться женской активности? Или что-то еще случилось? Я про Беларусь даже не говорю. Нет, ну, во-первых, мы не можем, жире Беларусь, это во-первых. И умница Тихановская, это во-вторых. Ну, на самом деле, чем женщины вообще с этими делами справляются лучше? Вспомним Веру Засулиевичу, да? Вряд ли кто-нибудь из мужиков пошел бы на такое же благородное, такое же романтичное, такое высочайшее преступление. Она была оправдана в суде, поэтому я, в общем, как ты знаешь, не оправдываю преступление, я основываюсь на решении суда. И все остальные русские революционерши, украинские, белорусские, они стали такими, потому что, ну, во-первых, женщины вообще, в принципе, лучше. Они, в принципе, лучше, и они сильнее, они выдержаннее, они хладнокровнее, и они страшнее. Как враги, они, конечно, гораздо страшнее, ибо они последовательные. И вот такая же история, вероятно, будет с Любовью Эдуардовной, потому что... А может, и с Юлией Галяминой. А Юлия Галямина, ты мне сказала, что сильнейшая, могучейшая, просто вот таран средневековый для сокрушения стен, а не тетка. И при этом умная. Сама же мне сегодня по телефону про нее рассказывала. Да, рассказывала. Вчера была у нас в эфире. Да. И вот сейчас все, что с Любой делают, конечно, абсолютно работает на нее. И все, что делают с Тихановской, все, что делают со всеми, да, кого унижают и прессуют, против кого принимают новые статьи, это все работает на них. Субтитры создавал DimaTorzok. Спасибо.